Продолжение следует... Еще раз всех с праздником, и я немножко расскажу про Озон, про логистику Озон. Сейчас E-ком такой на хайпе с точки зрения развития, роста, и многие говорят, много очень публикаций. Расскажу про Озон. Так, я могу переключать слайды или... Да, окей. Соответственно, если говорить про Озон, то Озон один из самых быстрорастущих компаний, и те, скажем так, те параметры роста, которые есть, они очень впечатляют. Они действительно такие крутые. Мы сейчас растем больше, чем 130-140% год к году, а в период пандемии, когда все сидели, находились дома, мы фактически росли в три раза. И здесь очень важно понимать в том, что, скажем так, метаболизмы, процессы, скорость принятия решений в компаниях, которые растут такими темпами, они огромны. Мы должны очень быстро принимать решения для того, чтобы двигаться вперед. Если говорить немножко про операции в сегодняшнем дне, то мы доставляем ежедневно более 200 тысяч заказов в сутки, порядка 40-50% заказов – это те заказы, которые покрываются и доставляются на следующий день. И другие 50% – это заказы, которые имеют более долгие сроки доставки ввиду того, что товары находятся в одном городе, а мы должны привезти товары в Екатеринбург, Сибирь и так далее. И если говорить про сезональный фактор, опять же, 1 сентября для всего Екома – это тоже такой значимый достаточно порог или значимый день, потому что 4 квартал самый большой с точки зрения продаж – это высокий сезон в Екоме. Ну и как вы все знаете в том, что самые высокие продажи – это продажи в ноябре, ноябрь-декабрь, когда происходит черная пятница, и рост заказов фактически удваивается. То есть если говорить про ноябрь-декабрь, то мы должны будем порядка 400-500 тысяч заказов ежедневно делать в этот период времени, и для этого мы должны подготовить всю компанию операции. Немножко расскажу про сервис. На самом деле в рамках логистики вы будете изучать, проходить много различных наук, процессов, операций внутри логистики. Но как бы ни говорили, что это сложно, отчасти все просто. Задача логистики проста – это обеспечить максимально высокий уровень сервиса минимальными затратами. И всегда ключевой – это уровень сервиса. Ключевой параметр успеха, результативности – это по-разному могут измеряться уровни сервиса. Мы измеряем, скажем так, или начинали базово измерять онтайм, это своевременность доставки. Сейчас мы уже измеряем более сложные индикаторы, которые включают в себя своевременность доставки, процент аннуляций, жалобы клиентов, любые жалобы клиентов, которые могут произойти. То есть такие уже более комплексные вещи. Что нам удалось сделать и что достичь? Мы сейчас достигли уровня 95-96% онтайм. И это точно не там, где мы хотим быть. Если говорить про best-in-class операции, операции Амазона, операции других игроков, то этот уровень 97-97+, туда, куда мы должны прийти. И здесь отчасти играет, безусловно, фактор роста. Мы, имея такой рост, очень быстро наращиваем инфраструктуру, очень быстро наращиваем и физическую инфраструктуру, и IT-инфраструктуру, потому что в такие пиковые, скажем так, продажи даже IT-инфраструктура начинает, скажем так, давать сбои. И мы должны сделать максимально весь процесс бесшовным. Немножко про инфраструктуру Азон. Вообще, в целом, цепочка E-ком состоит из следующих шагов. Первое – это фулфилмент-центры, фулфилмент-фабрики, там, где собираются, там, где комплектуются заказы. Мы оперируем сейчас где-то порядка шестью миллионами из КАЮ в разных категориях. И, наверное, логистика E-ком, она одна из самых быстрых, сложных и болезненных. Почему болезненных? Потому что любой срыв поставки, любая некачественная работа со стороны операции логистики, она автоматически формирует негативную жалобу клиента. И реакция, скажем так, обратная реакция практически моментальна. И здесь очень ключевое звено – это фулфилмент-центры. На каждом фулфилмент-центре хранится порядка полутора миллионов СКЮ различных товаров, и там мы формируем заказы. У нас восемь фулфилмент-центров. Один из крупнейших фулфилмент-центров находится в Москве. Он уже открыт. Это 100 тысяч квадратных метров фулфилмент. Такой практически город, там работает до 4 тысяч человек в сезон, будет функционировать. И Озон сейчас строит еще один большой фулфилмент-центр. Он будет еще больше – 125 тысяч. Тоже в Москве, но мы планируем открытие на следующий год. И еще у нас есть семь фулфилмент-центров в регионах. Это во всех крупных городах. Сейчас, скажем так, идет поэтапное открытие фаз. Там будут 60-тысячные фулфилменты. Дальше после фулфилмента есть магистраль, есть сортировочные центры. Сейчас в Озоне порядка 50 сортировочных центров. И дальше сортировочных центров уже посылки направляются в последнюю милю. Это пункты выдачи, это почтоматы и это курьерская доставка. Немножко про процесс логистики. Я уже рассказал про фулфилмент, что это сбор заказов. Соответственно, на фулфилменте происходит приемка товара, сбор заказов и дальнейшая отправка уже готовых товаров на сортировочные центры. На сортировочном центре на фулфилменте происходит первый уровень сортировки. Дальше на сортировочном центре происходит уже второй уровень сортировки, когда посылки направляются непосредственно в адрес клиента, либо курьером, либо машинами в пункты выдачи и почтоматы. И здесь, скажем так, очень хорошо представить, если говорить про e-com, представьте 500 тысяч посылок, которые ежедневно фактически попадают в такой конвейер, и этот конвейер, эти посылки должен довести до конечного адреса. Если сравнивать, скажем так, логистику ритейла или логистику e-com, то фактически логистика ритейла каждый день доставляет товары на 15 тысяч адресов, это адреса магазинов, у нас в среднем крупные сети имеют порядка 15 тысяч магазинов, то логистика ритейла ежедневно может вести заказы на 100 тысяч адресов. И фактически вот в этом, скажем так, заключается сложность логистики в e-com. Немножко расскажу про последнюю милю. Фактически мы называем это тремя каналами доставки. Все, наверное, сталкивались и видели почтоматы, которые очень много стоят в магазинах, на таких трафиковых местах, многие получали посылки там. Это фактически автоматизированный ПВЗ, пункт выдачи заказов. Также Озон доставляет посылки в свои собственные пункты выдачи. И мы также работаем с почтой России. И еще есть очень большая доставка курьерская. Порядка трех тысяч курьеров сейчас работают как партнеры в Озоне, работают на Озон. И здесь, на самом деле, очень интересное наблюдение, очень интересная специфика заключается в том, что эти каналы доставки, они на самом деле друг с другом не конкурируют. Почему? Потому что, например, средний размер заказов курьерской доставки, он значительно больше, чем в пункте выдачи. Люди не готовы заказывать тяжелые заказы в пункты выдачи. Им гораздо важнее, гораздо удобнее, чтобы этот заказ привезли домой. И здесь логистика, скажем так, в E-коме – это не просто операции, это еще очень, скажем так, функция, которая тесно связана с клиентским сервисом, тесно связана с продажами. И логистика напрямую влияет на продажи. Чем больше пунктов выдачи, тем лучше они расстановлены, чем лучше они стоят, тем больше продажи будут в конечном счете у компании. Это тоже очень такой интересный факт о E-комовской логистике. Фулфилмент фабрики. Как я уже ранее сказал, мат 8 фулфилмент фабрик, они строятся, открываются. В Москве это 100-тысячные фулфилмент фабрики, в регионах это 60-тысячные фулфилмент фабрики. Это такие большие города, большие производственные центры по формированию заказов. И, повторюсь, роль их неоценима. Фактически, в чем основная специфика и сложность – это, безусловно, широта ассортимента. Мы можем хранить на фулфилмент фабриках и дорогие ювелирные украшения, и очень дешевые товары, которые по размеру могут быть один кубический метр, например, какие-то пуфы. И фактически наша задача – вместе привезти эти заказы клиенту. Если говорить про развитие, то в течение ближайших 3-4 лет фактически E-ком, в целом E-ком, он выступает драйвером развития складской инфраструктуры, так же, как некоторое время назад Amazon в Соединенных Штатах выступал драйвером развития складской инфраструктуры. Сейчас это происходит в России. И Озон, и Wildberries – это два больших игрока, которые выступают драйверами развития. У нас к 2025 году мы планируем более миллиона квадратных метров фулфилмент фабрик, фулфилментов, которые будут, и сейчас работаем также над Дальним Востоком, которые фактически будут комплектовать заказы и доставлять, дальше мы будем доставлять эти заказы нашим клиентам. Ну, как я уже ранее сказал, что Озон открыл полгода тому назад один из самых крупней, и два таких комплекса в России – Озон Харугвина. И сейчас у нас фактически уже Харугвина выполняет более 100 тысяч посылок, и мы должны будем в сезон сделать так, чтобы Харугвина могло производить 150 до 180 тысяч посылок. Харугвина стоит одна из самых современных сортировочных машин. Эта машина позволяет сортировать 400 тысяч посылок. Это действительно очень интересное зрелище, интересный процесс, когда большая сортировочная машина фактически как автомат сортирует различные посылки. То есть это такой целый-целый производственный процесс. Про процессы на фулфилмент фабрике, наверное, не пойду глубоко, особенно 1 сентября. Но, как я уже сказал, фактически это приемка товара, размещение товара в хранении. Это поштучная приемка каждого товара, контроль качества каждого товара. И дальше происходит сборка заказов. И здесь вот как раз уникальность фулфилмента или икома заключается в том, что у вас на 100-тысячном фулфилменте может один айтем или один товар, который вы заказали, лежать в одной части фулфилмента, другой товар может находиться в другой части фулфилмента, и вам нужно завтра в 8 часов утра привезти это к клиенту. Вот здесь ключевую роль в икоме играет IT. Операции в икоме невозможно без IT, и так же как IT очень тесно связано с операциями, потому что в конечном счете то, каким образом работает, построен процесс в IT-технологиях, в МС-системе, в деливери-системе, таким образом будут функционировать операции. И в конечном счете результат работы обеих функций, обеих, скажем так, команд – это тот сервис клиенту и эффективность, которую мы оказываем. Я здесь, наверное, пройду быстрее. Хранение товаров на фулфилменте, как я уже сказал, оно поштучное, оно находится вот в этих ячейках, плюс есть стеллажное хранение. В среднем на фулфилменте, скажем так, размера хоругвина 100 тысяч метров будет до миллиона ячеек, в которых будут храниться различные товары. Повторюсь, всей системой управления и приемки, и хранения, и сборки заказов управляет ВМС, статская система, и она играет ключевое значение для, скажем так, и эффективности, и в конечном счете сервиса. Если говорить про IT, то просто вам как пример, в Амазоне порядка 20 тысяч IT-специалистов работают только над задачами логистики, только над задачами оптимизации и совершенствования WMS-систем, delivery-систем, тех смежных систем, которые находятся в логистике Амазона. У нас тоже большое количество IT, и нам постоянно не хватает. Я, наверное, буду двигаться вперед. С точки зрения сбора заказов, там процесс достаточно простой, фактически пикера собирают в разных зонах заказы. Мы постоянно работаем над производительностью человека, ищем, потому что в рамках E-кома очень большое количество людей задействовано в физическом процессе, и любая оптимизация, вот здесь как раз как нигде лучше работают принципы ЛИН, любая оптимизация процесса, которая позволяет оптимизировать один шаг человека, в конечном процессе дает, скажем так, огромный результат. Мы, например, делаем замеры людей, когда настраиваем и зоны, и пикинговые зоны, делаем замеры людей, сколько люди пробегают в течение своей смены. У нас, например, там человек на фулфилменте может пробегать до 20-25 километров в смену, соответственно, любой шаг – это неэффективность, любая оптимизация – это сокращение 2 километров пробега. И за счет подобных оптимизаций на каждом отрезке движения посылки мы добиваемся эффективности. Следующий этап – это сортировка. Как я уже сказал, что есть два типа сортировки. Есть первый уровень сортировки, когда посылки рассортировываются на сортировочные центры, их условно 50 сортировочных центров, а дальше уже на этих 50 сортировочных центрах посылки рассортироваются на конечный адрес, и здесь может быть уже до 100 тысяч адресов, когда посылка должна приехать в конечный адрес. Как я уже говорил, мы смотрим на весь этот производственный процесс, работаем с производительностью, постоянно ищем какие-то способы повышения производительности упаковки. Например, тот, кто заказывал в Азоне, видели в том, что мы раньше возили только в коробках, сейчас мы возим и в коробках, и в пакетах. С чем было связано такое решение? Первый момент мы хотели оптимизировать несколько, скажем так, может, были наши клиенты, задавали вопросы, что очень много используется бумаги, надо переходить другие типы упаковки, соответственно, мы переходили в пластиковые мешки, такие же, которые использует почта. А второй процесс, или второй, скажем так, плюс, который мы получили, мы повысили утилизацию магистрали за счет того, что в пакете меньше воздуха, в коробке больше воздуха, и у нас где-то примерно на 15% снизились затраты на магистраль за счет того, что мы большее количество посылок могли разместить в магистрали. И это, опять же, еще раз пример того, там, тех шагов. Вообще задача управления в логистике, менеджмента в логистике, она заключается в том, что мы можем делать continuous improvement, постоянное улучшение. Вы сегодня должны сделать что-то лучше, чем сделали вчера. И это задача управления, это задача менеджмента, потому что в конечном счете все делают люди, люди, которые непосредственно в полях, на складах, доставке, а задача управления делать так, чтобы они свою работу делали эффективнее. Немножко про оборудование. Как я уже говорил, что сортировочная машина в Харугвене – это более совершенная сортировочная машина, которая может делать 400 тысяч посылок в час. Вот здесь просто пример представлен предыдущей, той сортировочной машиной, которая у нас есть в Твери. Это тоже Вандерланда, 90 тысяч посылок в сутки она может делать. Специфика этого оборудования заключается в том, что фактически и та, и та машина взвешивает, сканирует каждую посылку, и если вдруг, например, есть расхождение в весе, то есть человек может ошибиться, положить в посылку не тот товар или что-то, скажем так, произошла какая-то ошибка, то система идентифицирует по весу, что что-то с этой коробкой не то, и она ее отбракует, и мы сможем разобраться с этой коробкой. У нас, как я уже сказал, собственный ВМС. Вообще в целом E-ком, он в большей степени оперирует на собственном IT. Это связано с тем, что очень большое изменение процессов происходит каждый день, и крайне важно иметь собственные системы, потому что быстрота реакции на изменения должна быть моментальной. И фактически, вот, например, Харугвина, Озон создавал другую, новую свою собственную ВМС, ВМС, который бы позволял уже обрабатывать такой объем транзакций, ВМС, которая бы могла уже, это фактически мозг, который управляет всей сборкой заказа, огромным ассортиментом, и может оптимизировать процессы сбора, консолидации, упаковки и так далее. Это очень важная составляющая в целом операций. Немножко расскажу про Last Mile. Ранее у Озона были свои курьеры, у Озона было очень много, фактически, не очень много, но были свои ПВЗ. И мы год назад где-то примерно начали стратегию работы с 3PL, с партнерами. И фактически в России не очень развита 3PL-ная доставка, по крайней мере, есть ряд компаний, которые делают сервисы, как Fiat Party Logistics в сервисе, но большинство компаний, много очень компаний работают на своей логистике. Это связано отчасти и с развитостью 3PL-операторов, это связано с комплексностью России, с необходимостью покрывать, скажем так, всю территорию страны. Но, скажем так, эти услуги, они постоянно развиваются. И это первое. Второе, очень важно, почему, например, наличие у Озона своих операций, это, с одной стороны, хорошее конкурентное преимущество, потому что мы, как Озон, понимаем логистику, мы понимаем структуру себестоимости, мы понимаем, почему мы можем ошибаться в сервисе или давать плохой сервис. И здесь работа с 3PL-ами, она всегда связана с тем, что нужно научиться сначала управлять собой, а потом можно переходить к 3PL-ам и уже управлять 3PL-ами, потому что тогда ты понимаешь, как управлять внешними контрагентами, что от них требовать, чтобы привести или получить тот качественный сервис, который необходим. Сейчас, если, например, говорить про Амазон, то Амазон выбирал чуть-чуть другую стратегию. Они изначально шли в работу с 3PL-ной логистикой, у них не было своего бэкграунда, не было своих операций. Они, наоборот, сейчас идут в, скажем так, построение где-то своей логистики, там, где это эффективно. Но в целом вся стратегия Амазона, развитие E-кома в Штатах, она строилась на 3PL-ной логистике. Фактически, американские почтовые компании, логистические компании делали доставку и сервис для Амазона. Плюс есть специфика пиков. Как я уже сказал, четвертый квартал в E-коме – это максимальный пик. И если вы работаете только на своей логистике, непонятно, что с ней делать в первом квартале следующего года, потому что она, если будет недоутилизирована, она будет очень дорогой. И в E-коме пики очень актуальны. Соответственно, здесь критически важно, скажем так, работая с эффективностью, работать и со своей логистикой, и с 3PL-ной логистикой. И если посмотреть на территорию всей страны, то эффективность логистики достигается за счет объема. Если вы можете в тот или иной город направить целую магистральную машину, и она отвезет ваши посылки, тогда у вас себестоимость, эффективность посылки будет низкой или конкурентной. Если вы не можете набрать целую машину, то у вас будет дорогая очень доставка посылки. И для того, чтобы, например, покрыть всю страну, фактически, если вы используете только свою логистику, вы будете неэффективны. Если вы используете логистику других компаний, логистику, которая сможет агрегировать поток, вы за счет этого можете добиться эффективности. И все это сподвигло нас к тому, чтобы в том числе двигаться в развитии 3PL-ной логистики. Мы начали это движение, мы начали движение такой активный год назад. У нас фактически сейчас вся курьерская доставка, она партнерская, магистральная доставка. Мы очень много работаем с компаниями и, скажем так, начинаем формировать уже такую платформу, когда фактически любой может стать нашим контрагентом, скажем так, открыть свои пункты выдачи, работать на нашем приложении или стать курьером, или оказывать, скажем так, другие услуги в рамках, например, магистрали или даже сортировочного центра. Чуть-чуть поговорим про пандемию, потому что это действительно был такой очень знак, скажем так, толчок в развитии e-com в России, потому что люди были вынуждены заказывать товары себе домой. И здесь, наверное, ну если чуть-чуть в историю, скажем так, отойти, на самом деле развитие e-com торговли в Китае, оно тоже происходило, скажем так, на рубеже десятых годов, когда там тоже происходили определенные эпидемии, и люди были вынуждены заказывать, это тоже дало толчок в Китае. Что здесь, на самом деле, хотелось бы сказать в том, что в целом, наверное, все e-com компании, весь рынок действительно справились с этим, Озон смог нарастить фактически в разы свои мощности, мы использовали всех водителей такси и так далее, и так далее, использовать всех, мы не провалили сервис-левел, и в этом огромное достижение всей команды, мы не сильно, там, первый период немножко нарастили сроки доставки, но фактически потом уже в течение всей пандемии очень, скажем так, в рабочем режиме доставляли заказы, и там делали ряд корректировок в условиях, доставляли только предоплаченные заказы, у нас очень активно взлетел сервис «Оставить у двери», мы буквально за несколько месяцев до вот этих всех, скажем так, карантинов внедрили этот сервис, и там думали, взлетит он, не взлетит, интересно, неинтересно, потому что есть многие люди, кто не очень хотят общаться с курьером, и здесь так получилось, что этот сервис, он действительно там помог людям, мы доставляли посылки, и наши курьеры не контактировали с клиентами, что действительно было очень круто. Как я уже ранее сказал, что очень сильно выросла доля курьерской доставки, фактически в два раза выросла курьерка, многие ПВЗ закрылись, и повторюсь, мы использовали всех для доставки заказов, даже у нас, например, люди, которые работали в столовой, так как офис был дома, эти люди делали доставку заказов, и на этот период времени мы обеспечивали их работой. У нас очень вырос вот этот сервис доставки до двери, и он очень был востребован, и очень много заказов так доставлялось, и на самом деле, что интересно, что сейчас мы сформировали людей привычку, и да, безусловно, объем курьерки упал, но все равно люди, скажем так, заказывают также доставку до двери, продолжая заказывать курьерку, потому что, фактически, ну, это удобно, и если, скажем так, можно делать качественный сервис, и мы достигли, скажем так, уже неплохих результатов здесь, людям удобно, и люди продолжают делать заказы в e-com. Это фактически то, что происходило со службой доставки, но перед нами сейчас сезон, и мы здесь понимаем, что мы должны будем вырасти еще два раза в ноябре, в декабре, поэтому очень активно сейчас набираем ресурсы, готовим инфраструктуру, и сейчас, ну, вот, как я уже сказал, что огромное количество людей и в курьеры, и на фулфилменты мы, скажем так, набираем, и часть людей, которые у нас пришли к нам работать в период карантина, даже пришли временно работать, многие из них остались, потому что e-com – это одна из тех индустрий, которые очень активно развиваются, и в ближайшие несколько, там, 4-5 лет это будут вот такие, скажем так, 100 плюс рост, и это очень интересно, это очень интересное направление, это и очень интересная работа. У меня, наверное, все. Я готов ответить на вопросы. Еще раз хочу поздравить всех с праздником с 1 сентября и с удовольствием отвечать на любые вопросы. На самом деле, да, Андрей Игоревич, вы будете с нами до конца, потому что мы решили вопросы, как бы, задавать после выступающих наших спикеров, или вы уже отлучаетесь. Но в случае чего, на самом деле, да, на самом деле остается вот это правило, о котором я уже говорила, вопросы появятся, они будут предметные, и мы тогда вам напишем, и вы, я надеюсь, ответите нашим студентам на все вопросы. Но я, как минимум, возьму ваше выступление за старт, ваше выступление праздничное решение «Лас Майлодиктикс» на четвертом курсе и продолжу эту тематику. Так что здорово, спасибо. От меня низкий поклон, да? Окей. Да, хорошо, я, да, я еще чуть-чуть побуду, если я вдруг не смогу. Да, нет, я понимаю, что есть проблемы. Я с удовольствием... Вашу занятость я абсолютно понимаю, вы все тоже. Вот, так что спасибо, Андрей Игоревич, да. И мы, да, вопросы непременно будут, без всякого сомнения мы пришлем. Рассей, спасибо. Спасибо.